Амурчанина обвиняют в госизмене. Мы за ценой не постоим. Все больше амурских волонтеров осваивают навыки изготовления маскировочных костюмов, плащ-палаток, пятиточечников. Государственные субсидии. Амурское правительство готово рассмотреть дополнительные варианты поддержки региональных аграриев, которые строят жилье для своих сотрудников. Впервые за полвека. Россия возвращается на Луну. Запуск автоматической межпланетной станции запланирован на 11 августа. А сейчас об этих и других темах более подробно. В аэропорту Благовещенска задержали амурчанина, которого подозревают в госизмене. Сейчас он находится под стражей. В ходе оперативных мероприятий было выявлено, что мужчина вступил в электронную переписку с украинскими националистами, хотел выехать из нашего региона, чтобы принимать участие в военных действиях в составе ВСУ. Возбуждено уголовное дело. Разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Надежный тыл. Несмотря на государственную помощь участникам СВО и их семьям, активную поддержку военнослужащим и их родственникам оказывают неравнодушное мурчание, в том числе и молодежь. Добровольцы пишут письма на фронт, шьют маскировочные сети, изготавливают эвакуационные носилки, окопные свечи, плащ-палатки, нашлебники. Подробности у Ольги Сусой. В этом слове огонь и сила. Под песню Олега Газманова, посвященную силе и духу нашей страны, компания единомышленников. Народные акции шьем для своих, не покладая рук, плетут маскировочные сети. Все эти женщины разных профессий и возрастов, но объединяет их одно – желание поддержать амурских бойцов, участников специальной военной операции. Пока сын Виктории Руденко отстаивает интересы нашей родины в зоне СВО, женщина помогает амурскому тылу. Плетет сети, сушит овощи, мясо на сухие борщи и многое другое. Сын ругается. Мама, успокойся, побереги себя. У нас тут все есть, ничего не надо. Но когда приходит посылка, сами понимаете, мальчишки радуются. Радуются, как дети, потому что это из дома, потому что они чувствуют нашу заботу, что мы здесь переживаем, что мы поддерживаем их. Конечно, это нужно делать. Инициатором акции выступила амурчанка Ольга Осипова. Она рассказывает, волонтерством занялась еще в 2019 году. Тогда была создана группа, где для подтопленцев умельцы вязали шерстяные носки. Ее так и назвали – теплые носочки. Сегодня два десятка неравнодушных женщин усилились буквально за год. Рассказывает Ольга, волонтеры научились шить плащ-палатки, изготавливать маскировочные на шлемники и сети, а также пятиточечники. На СО у меня там никого нет, из родственников, но у меня там есть мои земляки, самая Смазановского района, и поэтому считаю своим долгом помочь ребятам. Макс, давай сворачивай картонку, сейчас тебя быстро просто нарежем. Пока старшее поколение осваивает элементы тактической одежды, молодежь оказывает адресную помощь семьям мобилизованных амурчан. Она также занимается изготовлением окопных свечей, которые уже не раз выручали мобилизованных амурчан на фронте. Этот источник света и тепла может гореть до восьми часов и даже согреть котелок с водой. За период осени прошлого года наши волонтеры изготовили более 50 окопных свечей, которые мы передали в Народный фронт. И наши старшие коллеги уже отправили на передовую нашим бойцам. Не только Благовещенск оказывает поддержку амурским бойцам. Работа кипит по всему региону. Силами волонтеров Сковородино и Сковородницкого округа, Зея, Ерофей Павловича, Свободного и других населенных пунктов при Амуре наши земляки в зоне СВО могут полакомиться домашним вареньем, медом, имбирными пряниками. Швеи в зависимости от сезона отшивают ребятам балаклавы, футболки и даже теплые кофты. Как отмечают сами добровольцы, победа любит подготовленных. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Восемь машин высокой проходимости в зону СВО передадут три амурских ведомства. Россельхознадзор, Центр по ветеринарному и Управление по автодорожному надзору. Авто отечественного производства на ходу, однако, каждая требует незначительного ремонта. На них раньше возили персонал, теперь решили передать машины бойцам. Это сообщает региональный исполком Народного фронта. Отмечается, по новому распоряжению правительства России, федеральные структуры и государственные учреждения должны предлагать Народному фронту машины для дальнейшей доставки на СВО. К другим темам. Руководители амурских сельхозпредприятий активно пользуются областной субсидией по возмещению затрат на строительство жилья для своих сотрудников. Губернатор Василий Орлов во время рабочей поездки в Михайловский район отметил, что региональное правительство готово рассмотреть и дополнительные варианты поддержки. Какие, расскажет Ирина Батина. Зерносушильный комплекс, полевые дороги, жилые дома. Строительство в разных сферах ведет сельхозпредприятие Михайловска, одно из крупных в области. В этом году здесь собрали рекордный урожай пшеницы и чменя. Сушильный комплекс ведут в эксплуатацию уже в сентябре. Областные власти готовы поддерживать развивающееся хозяйство, заверил губернатором Мурской области Василий Орлов во время своего визита. Для своих сотрудников предприятие возводит дома. За пять лет их планируют построить 25. Правительство рассмотрит возможность благоустройства прилегающих территорий и подключения к электроснабжению новостроек. После агропредприятия губернатор посмотрел социальные объекты района. Долгожданный объект, который мы сдадим осенью этого года, это поликлиника. Объект непростой, он попал на все сложности, связанные с санкциями, коронавирусом и так далее. У меня система на финишной прямой, подрядчик там развернут. Мне очень понравилась библиотека и музей. Видно, что коллектив очень такой одухотворенный. Не удивляюсь, почему музей занимают призовые места, потому что действительно экспозиция с душой сделана. Там есть и историческая часть, непосредственно касающаяся, скажем так, развития Михайловского района, пояркова. Есть и темы, которые касаются Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, горячих точках. Видно, что все это сделано с душой. И действительно, мне это очень понравилось. Модельную библиотеку пояркова реконструировали одну из первых в области в 2021 году. На данный момент таких обновленных учреждений уже 19. Новая мебель, компьютерное, звуковое, световое, игровое оборудование, перепланировка помещения. Это позволило создать современное пространство и стать точкой притяжения взрослых и детей. Библиотеки, которые модернизированы по модельному стандарту, это уже не только про чтение. Это про досуг, про занятость. И они активно работают по тому, чтобы организовать летний период для наших детей. Активно дети участвуют в площадках, программах. Приходят сюда просто провести свой досуг с друзьями. Поэтому это еще одна такая площадка или место занятости наших детей в летнее время. Также глава Преамурия осмотрел новую малую спортивную площадку ГТО на базе школы номер один. Ее оборудовали в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни». Для любителей спорта площадку откроют 12 августа. Губернатор отметил, что каждый объект нуждается в качественном содержании, в процессе эксплуатации оборудование изнашивается. И поручил Минспорта провести обследование всех недавно сданных стадионов и обновить оборудование. Ирина Батина, Амурско-областное телевидение. В Амурскую область приехали две группы участников программы «Муравьев-Амурский-2030», каждая из которых будет работать над своим проектом развития региона. Один проект посвящен разработке новой модели агропромышленных парков для сельского хозяйства и экспорта продукции. Второй – созданию системы квалифицированного заказчика в строительстве. Больше об этом расскажет Юрий Камышный. Высокие образования института лежат далеко, еще в 1908 году, когда на территории бывшей комнаты почтовой станции «Озерки», это 30 километров от Благовещенска, были заложены первые экспериментальные севобороты. Курсантов уже второго потока уникальной образовательной программы «Муравьев-Амурский-2030» знакомят с историей единственного в России научного центра, занимающегося селекцией СОЭ. Уже несколько поколений ученых на базе института выводят новые сорта стратегической для страны культуры. Бобовые, прежде всего, цены с содержанием в них белков и жиров, которые используются в самых различных производствах. У нас ежегодно один-два сорта мы получаем патенты на новые сорта. Это новые сорта по морфологическим требованиям, значит, они должны быть влагоустойчивы, засухоустойчивы. Это самое главное – это протеин, 43-44 протеин. Вот эти основные показатели – это протеин и урожайность, соответственно. Этим участникам программы предстоит разработать свой проект развития агропромышленного комплекса «Приамурья». Выращивание, переработка и экспорт СОЭ станет одним из ключевых направлений их проекта. Проект реализуется в текущем году, и он продлится год. Состоит из восьми этапов. Сегодня вот в Амурской области это второй этап выездной. Работают две группы слушателей. Вот одна из групп – это непосредственно, так сказать, агропромышленная группа, и вторая группа слушателей – это строительная. Участниками программы стали конкурсанты со всей страны. Для того, чтобы попасть в этот проект по подготовке управленческих кадров для государственной службы на Дальнем Востоке, они прошли серьезный отборочный конкурс. Во втором потоке оказалось сразу два амурчанина. Среди них – Игорь Катин. Молодой человек уже работает. Участие в этом мероприятии для него не просто еще одна возможность подняться вверх по карьерной лестнице. Прежде всего, это неоценимый пакет знаний, которые он здесь получит. В первую очередь, это расширение коммуникативных связей, потому что во Владивосток съехались курсанты, скажем так, участники со всей страны, из разных отраслей, из разных сфер деятельности. Это и госслужащие, это и бизнес и так далее. То есть, в первую очередь, наверное, это коммуникация. Второй момент – это у нас достаточно мощный состав преподавателей, которые нам открывают те стороны и госслужбы, и профессиональной деятельности, которую до этого не все, наверное, допустим, знали. Поэтому образовательная составляющая – тоже очень важный элемент этой программы. Образовательную программу «Муравьев-Амурский-2030» курирует Минвостокразвитие России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. После окончания этого проекта его выпускники получат возможность найти работу на госслужбе в ДФО или попадут в кадровый запас всего региона. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Министерство образования и науки Амурской области и Российское общество «Знания» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ позволит объединить усилия научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня развития населения. Добрый день, Дарья Сергеевна. Рада видеть вас у нас в Министерстве образования и науки Амурской области. Мы сегодня с вами запланировали написание соглашения о взаимодействии с нашим региональным отделением общества «Знания». Основной акцент в работе с молодежью общество «Знания» ставит на дистанционные методы образования, проведение вебинаров, внедрение современных мультимедийных форматов. Со стороны Министерства будет поддержка и продвижение новых форм взаимодействия со школьниками и студентами. Партнеры планируют совместно создавать условия для участия молодежи в разработке перспективных идей по развитию при Амуре. Также соглашение будет содействовать развитию лекторского сообщества Российского общества «Знания» и вовлечению молодых талантливых специалистов в просветительскую работу. Мы все-таки являемся просветительской организацией и как раз таки важным шагом было подписать именно соглашение с Министерством образования по той простой причине, что Министерство имеет выходы на образовательные организации. А мы все-таки заинтересованы в аудитории. Это как и школьники, так и студенты вузов и СУЗов. И также сейчас мы активно расширяем пул лекторов в регионе. И я думаю, что сотрудничество с Министерством образования как раз нам в этом поможет. Группы дошкольного образования в Устнюк-Жи, открытие школы в Благовещенске, введение в образовательную программу новых учебников истории. Каким будет предстоящий учебный год для амурских школьников, рассказали представители профильного министерства. Подробности далее. Главное нововведение. Все школы будут заниматься по одной программе и учебникам, которых будет не больше двух по каждому предмету. Единое образовательное пространство по всей стране вводится с этого учебного года. Самое большое изменение претерпели учебники истории. Раздел новейшей истории отредактировали. Новая литература поступит в образовательные учреждения области уже в этом году. Враги не дремлют и пытаются умы нашей молодежи промыть, прочистить, заменяя историю и Советского Союза, и России до Советского Союза. Поэтому в учебниках наших вводятся изменения и, что самое главное, они снабжаются QR-кодами, когда можно выйти, прям в оригинале прочитать документы того времени, которые ты изучаешь. Вот это важно. Кроме того, по словам министра, к этому учебному году удалось сократить кадровый дефицит на 40% с помощью местных и привлеченных из других регионов молодых специалистов, в том числе и для сданного в эксплуатацию самой большой школы Благовещенска. Во время прямого эфира родители учеников, проживающих в этом районе, пожаловались на нехватку мест. Учреждение рассчитано на полторы тысячи ребят, но в него набрали 1700 учеников. С 1 апреля формируется список классов из детей, проживающих на территории. А вот с 1 июля, когда мы уже видим, что классы, проживающие по территории, сформированы, и больше никто на сегодняшний момент у нас здесь не появляется, мы начинаем формировать детей, проживающих не по району. Вот так было. И даже несмотря на то, что школа еще строилась, я благодарна администрации города Благовещенска, которые начали формировать, скажем так, резервные списки или списки кандидатов, то есть изучать эту историю. И когда в августе родитель так вот безответственно отнесся к этому, ну это недопустимо. Для решения проблемы родителям рекомендуют обратиться к директору школы или управления образования областной столицы, которые подберут ближайшее учебное заведение. Отдельный блок вопросов касался ремонта и строительства. В 2022 году в Амурской области ввели программу по финансовой поддержке капитальных ремонтов в школах. В 2023-м ее распространят на дошкольные учреждения. Сейчас обновляют заведение в Зее, планируется ремонт святорусовки. Также министр объяснила задержку в строительстве школы в Икимчане. Работы начались больше двух лет назад. Причиной долгостроя стал недобросовестный подрядчик. Его поменяли на нового, а процесс контролирует губернатор Амурской области и прокуратура. Ирина Бадина, Амурское областное телевидение. 11 августа на космодроме «Восточный» произойдет историческое событие. Впервые спустя 47 лет Россия возобновила лунную программу. Пуск ракеты-носителя со станции «Луна-25» на борту намечен на 8 утра по амурскому времени. Ракета-носитель «Союз-2.1б» уже установлена на стартовый стол. Весь ее полет после старта займет 9 дней. На южный полюс естественного спутника Земли «Луна-25» приземлится 20 августа. До этого все предшественники космического аппарата прилунялись в экваториальной зоне. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт и провести длительные научные исследования. В последний раз Россия отправляла свои зонды к Селени в 1976 году. Этот пуск даст старт целой серии исследовательских миссий. Это была последняя информация выпуска. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова